История этого строительного мошенничества началась в 2005 году. Разрешение на строительство застройщики получали на четырехэтажный дом, но по закону жанра остановиться не смогли. Вместо заявленных 108 квартир построили 213 и с вопиющими нарушениями строительных норм. Были отказы администрации продлить разрешение на стройку. Судебное решение почему-то в пользу недобросовестных застройщиков, смена собственника долгостроя и больше 200 пострадавших граждан. Сегодня на приеме главы они с просьбой помочь. Люди не сомневаются, они стали жертвами наглого произвола. Здесь и двойные продажи квартир, намеренный ввод объектов незавершенного строительства от их собственников, людей, которые заплатили за эту стройку. Надежда на справедливое решение суда и помощь администрации в судебных разбирательствах. Рынок жилищного строительства просто необходимо очистить от недобросовестных застройщиков. Нужны реальные полномочия для местных властей. А пока только проблемы. Людей один на один с проблемами не оставишь. По белорусскому 8 сходите к людям, блок такой же, блочная строительство, блокирование, где он столкнул нас с людьми. Кабель передавили в новогоднюю ночь, это три года назад. И он ничего не делает. Идите в администрацию. Сегодня есть решение суда о газификации этих домов. Подстанция сгорела 630, там мегаватт надо на все это. Она сгорела, он говорит, я не буду исполнять. Решение суда не исполняет о газификации. Глава Анапы Сергей Сергеев пообещал рассмотреть просьбы дольщиков и оказать помощь в подготовке иска в суд. По всем проблемным объектам сегодня городские власти наметили мероприятие по здравлению ситуации.